Когда происходит оккупация Республики Беларусь, мы не должны сдаваться, мы должны выходить. Каждый должен сделать что может, по возможности. От каждого из нас зависит, будет оккупация Беларусь или нет. Но мы всеми своими силами не допустим этого. Путин это диктатор, опромечивая преследующие свои мечты о создании Великой Евразийской империи. Путин пытается возродить российский империализм, жаждет реванша за развал Советского Союза и восстановление так называемой мировой коммунистической системы. Путин стремится реинтегрировать территории стран постсоветского пространства для реализации проекта создания Евразийского Союза. Когда в Украине сейчас Россия готовится к нападению и оккупации, то Беларусь уже оккупирована. Об этом мало кто говорит и мы хотели бы привлечь к этому внимание. Также мы выступаем против войны в Украине, потому что украинцы для нас это самый близкий и братский народ. Вода камень точит. Чем больше таких акций будет организовано, тем больше мировая сообщество будет как-то на это реагировать. Наша задача это а. донести мировому сообществу и политикам, что Беларусь по факту уже оккупирована. А. Путин планирует удар по Украине в данный момент. А. б. это донести до своих сограждан, беларусов прежде всего, что Лукашенко это всего лишь марионетка Путина. Он не самостоятельный политик и что наша независимость сейчас в опасности. Об этом мало кто говорит. И я дякую каждому из вас за то, что тогда в 2013 году вы были с нами. И за то, что сегодня, когда мы не спимы ночами уже протягом кількох месяцев, когда мы щодня дзвоним домой просто, чтобы запитать из рамки, если наши батьки еще живы и если наш дом еще не обстреляли, вы не сидите дома в теплих хатах, потому что вы не можете там сидеть. Вы сегодня стоите тут разом с нами. Я дякую вам за то, что у вас еще лишилась совесть и за то, что у вас есть удвага. Я знаю, что много у кого из вас есть родные за кордоном. На жаль, за тією стороной кордона, где никто не уверен в том, что завтра он будет жить. Где ваши родные и друзья, так же как и наши, могут стражать просто от того, чего европейцы не уявляют. Они не могут понимать, что кого-то может тортуровать или убить просто за то, что его родитель пришел постоять под посольством страны, в которых президент Мопа с гранатой. Системная провокационная деятельность Российской Федерации протягом последних больше, чем 10 лет в информационном просторе до такой меры потужно влияет на свидетельство перед всем украинцами, что мы не имеем другого варианта, кроме как в любой возможный для нас способ, симметрично и асимметрично, противодействовать любые провокационные деятельности, особенно в тот момент, когда действительно есть шанс, что против нас может быть дополнительная, кроме того, что уже было, военная загроза. Цель пикета – это выразить свое негодование по поводу военного присутствия возле границ Украины, выразить, чтобы был мир на Украине, так как Россия является агрессором в данном случае. И также мы выступаем против аннексии Беларуси. Это основной посыл. И также мы сегодня будем выставлять ультиматум российскому фасольству по поводу моей Калининградской области, связанным с тем, что если начнется полномасштабная война, прекрасно понимаем, я говорю за часть жителей Калининградской области, что наш регион будет гореть просто в огне. Ультиматум будет касаться Украины, Беларуси. И в целом он заключается в том, что если Российская Федерация не прекратит свои оккупационные поступки, Калининградская область проведет электронный референдум о выходе из состава Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok